Привет всем, снова с вами Замберус, и наконец-таки вышел долгожданный гайд по Personal Defense Web. А нура! Все радуемся, ставим пальцы вверх. Извините, что задержал я гайд на целых два дня. К сожалению, слишком много проектов на компьютере, да и личный график как-то поджимает. Что я хотел еще сказать, то что все предыдущие гайды уже собрали свыше 10 тысяч просмотров, и я рад этому факту. Следующие два гайда, которые я сделаю, будут на тему штурмовых винтовок и карабин. Потому что в тех гайдах информация уже не актуальна, потому что я их делал до патча. И давайте-ка вспомним основы. В нормальном режиме 100 хп у персонажа, в хардкорном 60 при попадании в голову урон увеличивается вдвое. При попадании в руки или торс остается на стандартном уровне. А при попадании в колено падает на 10%. Personal Defense Weapon доступный для всех классов. Но главная моя рекомендация. Пистолет и пулеметы больше подходят для рейкона. Особенно для правильных рейконов, которые устанавливают мобильные респауны около точек флагов или мкомов. Ну и мы начнем. Первый представитель класса Personal Defense Weapon PP2000. Русский пистолет-пулемет открывается при достижении 7-го ранга в мультиплеере. Урон. Максимальный 25 наносится на расстояние до 12 метров. Минимальный 12,5. Наносится на расстояние после 50 метров. Один из самых мощнейших пистолетов-пулеметов в игре. У PP2000 самая маленькая отдача еще среди мощных Personal Defense. Вертикальная отдача 0,18. Влево 0,3. Вправо 0,2. У PP2000 есть два минуса. Первый. Маленький магазин. Всего лишь на 20 патронов. Ну, это проблема решаемая при открытии увеличенного магазина. Его можно открыть за 60 килов. А второй минус, хотя его даже минусом-то не назовешь, это скорострельность в 650 выстрелов в минуту. Благодаря такой скорострельности и низкой отдаче мы получаем эффект суперточной и суперкучной стрельбы, которая эффективна на расстоянии, наверное, до 120 метров. И благодаря этому он становится одним из лучших начальных стволов в игре. Серьезно, ну, может, до открытия UMP45. А до UMP45, если честно, качаться, ну, больше 20 часов это точно. Поэтому не забывайте, чтобы быть эффективным с PP2000, рекомендую открывать увеличенный магазин. И мы переходим к следующему нашему пистолету-пулемету под названием UMP45. UMP45 во время беты Battlefield 3 был самым читерским стволом в игре. Но потом к релизу DICE его пофиксили. Очень сильно пофиксили. Он уже не сыскал такую популярную. Но при этом он остается весьма хорошим стволом. Открывается он при достижении 16 ранга в мультиплеере. Обладает очень высоким уроном. Максимальный 25. Наносится на расстояние до 12 метров. Минимальный 13,75 наносится на расстояние после 50 метров. Имеет самую маленькую скорострельность в классе Personal Defense Weapon. 600 выстрелов в минуту. И это означает то, что он не подходит для ближних боев. Но при этом у него есть маленькая отдача. Вертикальная отдача 0,25. Влево-вправо 0,2. Но, к сожалению, в отдаче тоже есть небольшой минус. Самая высокая отдача при первом выстреле. Но, несмотря на это, он еще обладает полным набором режимов стрельбы. Автоматический, полуавтоматический и режим короткая отдача. Поэтому он становится идеальным на средних и дальних дистанциях. Еще очень эффективен, если вы нацепите глушитель и пойдете в тыл к врагу. При таком раскладе вы заработаете гигантский счет. Мой рекорд, кстати, на операции метро был с тактикой захода в тыл. 86 на 48. И мы закончим с UMP45. Итак, переходим к следующему стволу. И это... PDWR. Я не назвал этот ствол, потому что, если честно, из моей куста это звучит ужасно. Даже ужаснее, чем голос, которым говорит гугль-переводчик. Весьма странный ствол. Инфы про реальную версию мало. Да и в игре он какой-то весь странный. Ну, начнем по порядку. Максимальный урон 25 наносится на расстояние до 4 метров. Минимальный 14,3 наносится после 30 метров. По идее, вот если смотреть по статистикам, то его можно считать главным среднячком в классе Personal Defense Weapon. Скорострельность у нас 750 выстрелов в минуту. Отдача средняя. Вертикальная 0,2. Влево 0,2. Право 0,4. В общем, это, правда, главный среднячок в классе Personal Defense Weapon. Магазин на 21 патрон. Так что для этого ствола тоже актуален мой совет по поводу открытия величного магазина. Он открывается за 60 килов. Давайте-ка перейдем к минусам. Минус. Подходит только для коротких дистанций. Вообще для близкого боя советую на первой точке вот эти узкие места, узкие проходы между домами на Strike2 Carcant. Вот там он себя идеально ведет, потому что он не уступает по урону штурмовым винтовкам, поэтому он весьма эффективен. И скорострельность у него гораздо выше, чем у MP45. Но при этом действует он только на коротких дистанциях. Второй минус – это отдача вправо. Но, к сожалению, у него нету рукоятки. Если бы была, то бы горизонтальную отдачу она бы убирала. А так ее нет. И поэтому вам придется самому с ней управить. Ну, хотя можно поставить глушитель. А плюсы у нас – высокий урон. Только надо не забывать то, что высокий урон на коротких дистанциях. И точность стрельбы. Весьма кучно он стреляет, даже несмотря на отдачу вправо. И мы сейчас перейдем к следующему. Следующий представитель класса Personal Defense Weapon – P90. Становится доступным при достижении 40-го ранга в мультиплеере. Урон максимальный 20, наносится на расстоянии до 12 метров. Минимальный 11,2 наносится после 40 метров. Имеет в магазине 52 патрона. Я лично, кстати, его считаю конкурентом MP7. Потому что схожий калибр пули, одинаковый разброс у них и урон такой же. Ну, конечно, я имею в виду прокачанную версию с установленным увеличенным магазином. P90 – весьма своеобразный пистолет-пулемет. Мало популярен среди игроков. Я заметил, что правда с ним никто практически не бегает. Хотя он весьма эффективен. Благодаря скорострельности в 900 выстрелов в минуту и небольшой отдаче. Вертикальная отдача 0,18, влево и вправо 0,4. У P90 нет горизонтальной отдачи. Все благодаря тому, что коэффициент, точнее, отдача влево и вправо компенсируется. Вот эти два параметра компенсируют друг друга. И поэтому у него абсолютно нет отдачи по горизонтали. Но, несмотря на маленькую вертикальную отдачу, есть тут такая фишка, понимаете, ребят? Я вам советую всем стрелять все равно короткими очередями, потому что низкая отдача и высокая скорострельность нам в сумме дает очень сильный уход вверх, если зажать гашетку. Ну, логично, мне кажется. Хотя, в общем, я одно могу сказать, то что многие P90 сравнивают с PP19, он же безон. И это неправильно. P90 требует точного прицеливания, а PP19 можно просто спамить пули. Поэтому про P90 больше ничего не скажешь. Поэтому мы переходим к следующему представителю класса Personal Defense Weapon под названием IS-VAL. IS-VAL это последний анлок в классе Personal Defense Weapon. И прежде чем рассказать про VAL, давайте углубимся опять в историю. В гайде по снайперкам я вам рассказывал про старый список оружия, который вышел где-то за месяц или за полтора до выхода Alpha Trial версии Battlefield 3. В этом списке VAL значился как последний анлок для класса штурмовик. А это значит, что он считался там как штурмовая винтовка. Ну, в реальной жизни IS-VAL считается штурмовой винтовкой. Он и называется IS, потому что это Assault Rifle. Ну, хотя нет, правильно это переводится, расшифровывается как автомат специальный. Ну, неважно. Ну, да, если вы, конечно же, решили перенести в класс Personal Defense Weapon. Не знаю, зачем, но это то же самое, как и не знаю, почему они решили убрать из списка доступных для всех классов SKS и M39. Ну, а теперь начнем со статистики. Урон максимальный 20, наносится на расстояние до 6 метров. Минимальный 18,4. Наносится после 40 метров. Самая интересная вещь у VAL, это, конечно же, его ствол. Он является глушителем. Но интерес тут не в том, что у него встроен глушитель, а то, что этот глушитель никак не влияет на характеристики автомата. VAL имеет высокую скорострельность, 900 выстрелов в минуту, и самую высокую отдачу в классе. Поэтому я, опять же, рекомендую стрелять сверхкороткими очередями по 2-3 патрона. Но, хотя благодаря такой отдаче хедшот вам гарантирован при стрельбе короткой очереди. И вы спросите, а почему же АС VAL уменьшили урон? Если кто не знает, до патча у АС VAL максимальный урон был 22. А сейчас он 20, и отдачу ему увеличили всю причем. А причина тому увеличенный магазин на 30 патронов, который открывается за 200 киллов. Благодаря вот этому небольшому дополнению АС VAL мы получаем весьма странный и специфический ствол. Но в умелых руках он творит просто какие-то нереальные чудеса. Итак, вертикальная отдача 0,4, влево 0,2, влево 0,3. Но у VAL все равно осталась самая маленькая отдача при первом выстреле. И это прекрасно, потому что МП-7, допустим, улетает вверх при первом выстреле. Ну и давайте быстренько подведем итог. То, что у VAL главный плюс это минимальный урон. 18,4. Такой показатель только сейчас у штурмовых винтовок. И вторая, самая быстрая перезарядка. Пустым перезаряжается за 1,6, а заряженный за 2,7. Это один из самых лучших стволов. Но главное, помните, стреляйте короткими очередями, ребят. И следующий ствол мы спокойно можем открыть в кооперативе. Это МП-7. Открывается за 34 тысячи очков. Максимальный урон 20 наносится на расстоянии до 12 метров. Минимальный урон 11,2 наносится после 48 метров. МП-7 очень популярный ствол. С ним бегают абсолютно все. И на то есть веские причины. Первая причина. У него самая высокая скорострельность в классе Personal Defense Weapon. 950 выстрелов в минуту. Самая маленькая отдача в классе. Но только вертикальная. Вертикальная отдача 0,12. Влево-вправо 0,42. Ну, горизонтальная отдача, как понятно, компенсируется. У нас только есть отдача вверх. У МП-7 есть два минус. Первый. Очень высокая отдача при первом выстреле. Как я ранее уже говорил, он просто улетает вверх. И второй. Второй минус. Маленький магазин. Хотя, эта проблема решается, если вы побегаете и набьете 60 килов. Если кто не знает, за 60 килов у МП-7 открывается увеличенный магазин. Это очень точный ствол. В отличие от следующего представителя класса Personal Defense Weapon. И это ПП-19 Bizon. ПП-19 Bizon. Чтобы вам открыть этого монстра, вам потребуется выполнить три задания. Первый. 10 раз установить взрывчатку на МКО. Второе. Захватить 10 флаг в режиме Конквест. Ну и третий. Отыграть 2 часа на карте Strike 2 Каркан. К сожалению, в батллоге написано, что надо вам отыграть 2 часа в Карканде. И, если честно, непонятно, имеется в виду ДЛЦ или карта. Но на самом деле имеется в виду карта. Bizon считается самым главным зефирным пистолетом-пулеметом в классе. Да нет, стойте. Bizon даже нет. Он считается самым главным зефирным стволом в игре. Он самый слабый в игре. Смотрите на статистику. Максимальный урон 16,7 наносится на расстояние до 12 метров. Минимальный 12,5 наносится на расстояние после 40 метров. Вы только подумайте, вам нужно 6 попаданий, чтобы убить противника до 12 метров. И 8 попаданий, чтобы убить противника после 40 метров. И при этом у Bizon адский разброс пули. Но это плюс. Это очень большой плюс на самом деле. Представьте автомат, у которого скорострельность 900 выстрелов в минуту. Магазин на 54 патрона. И адский разброс, который просто окутывает противника. Вы просто запускаете гигантское облако этих грёбанных пуль, которые превращают врага просто в решето. Ну и его тень тоже. Если честно, я на нём очень быстро выбил док-так на 500 килов, потому что он реально мясной. Вы сами можете посудить по геймплей. И при этом он самый неоднозначный. Вроде слабый, а вроде очень эффективный. Его можно назвать настоящим пистолетом-пулемётом и вообще самым ярким представителем класса Personal Defense Weapon. Который чётко обозначил себе цель. Это короткий дистанц. Это атака вражеских позиций. Он просто идеален. Плюс у него маленькая и приятная отдача. Вертикальная 0.2, влево-вправо 0.3. И сразу скажу, что не советую на него ставить глушитель. Потому что глушитель уменьшает урон на расстоянии. Причём сильно. Поэтому лучший вариант пламя-гаситель. Он как раз ещё снижает вертикальную отдачу. И на этом я думаю, я закончу с перечислением всех прекрасных пистолетов-пулемётов. И, как многие меня просят в комментариях на ютюбе, назвать самых моих любимых представителей того или иного класса. И в классе Personal Defense Weapon у меня сейчас два фаворита. Первый это Bizon PP19 и AS Val. Если честно, он мне понравился после патча. Несмотря на то, что он стал гораздо слабее, чем ранее он был. А, и забыл вам сказать. Вот на этом скриншоте вы видите следующий пистолет-пулемёт, который появится в дополнении Close Quarters. И он называется MP5K. Самая маленькая версия MP5. Надеемся, что он будет не таким... Вот я лично надеюсь, что он не будет таким слабым, как Bizon. Итак, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, комментируйте. И увидимся на поле боя. Пока.